здравствуйте дорогие друзья 18 мая 2024 года я записал ролик новая экономическая политика для россии 21 века в этом ролике я дал свое видение той экономической модели которая бы устроила всех нормальных людей от мало до велика и тех кто уже опыт имеет в этой жизни кто не имеет кто управлял чем-то или еще не управлял ключевая фраза для нормальных людей и в этом ролике я рассказал не только об образе но еще и о том как его достичь какие переходные этапа их так 4 обозначено должны пройти и примерно в какой срок для того чтобы нам прийти к безналоговой и безденежной экономики то есть без зарплатной экономики отправил его всем своим друзьям и знакомым которые занимаются этой тематикой получил многие многие ответы реплики и комментарии этот ролик у нас транслировался на народном славянском радио 18 мая 2024 года в 14 часов по московскому времени потом я его закрыл и сейчас он есть в полном доступе в полной версии на бусти на нашем канале для тех кто на самом деле интересуется этими вопросами само собой этот ролик появится на наших каналах в открытом виде через какое-то время но и также скорее всего каким-то частями как это уже и сложилась традиция он будет появляться у нас и в ютубе и вк но и на других наших каналах так вот пришло много писем сообщений реакции от людей и я свел ее к очень простому такому комментарию люди разные и порой показывают свою звериную сущность потому с такими не получится создать общество которое задумал алексей ссср развалился как раз из-за того что люди оказались совсем не осознанными в общем то правильный посыл исходя из современности которая сейчас вот нас окружает из-за того уклада жизни мировоззрения в котором мы находимся это выглядит больше похоже на утопию но для начала я спрашиваю друзья а вы хотели бы в таком обществе жить вы хотели бы что в таком обществе жили ваши дети внуки правнуки если вдруг вам предстоит реинкарнировать через какое-то время чтобы оказались как раз вот в этом самом обществе и знаете на удивление большинство людей отвечают что да хотели бы хотели бы в таком обществе жить я говорю ну значит уже половина успеха на нашей стороне потому что тот кто желает чего-то тот этого и добивается а тот кто не желает тот ищет способы для того чтобы уйти от того чтобы этому этого достичь так вот если вы хотите в таком обществе жить значит уже мы на правильном пути теперь остается нам обдумать как это все сделать причем еще раз в ролике данной конкретной рекомендации и рассказывается о том что завтра после выхода этого ролика вот такое светлое будущее не наступит его необходимо нам добиваться учитывая все проблемы которые в нашей жизни происходили и с которым мы столкнулись из-за чего вот это общество то и не существует поэтому я сейчас хочу ответить на вопрос этот сведенный начну наверное с ссср почему он развалился как раз из-за того что люди оказались совсем неосознанными дело в том что на мой взгляд союз советских социалистических республик это искусственная формация не жизнеспособная почему участник не кидайте меня тухлыми помидорами либо тапочками давайте попытаемся разобраться с теми доме доводами которые я приведу а после этого мы будем разбирать прав я не прав и так в чем искусственность союза советских социалистических республик первое в этом формате было убрано божественное происхождение всего этого мира бога нет причем я понимаю почему это было сделано потому что тот библейский проект который нам навязывали в общем то он не жизнеспособность так внимательно разобраться ибо там много кривда где кривда там не может быть правда где нет правда там intel бога мы же всегда говорим не про библейского бога которые является богом каким то определенного народа который этот народ покрывает и который этому народу разрешают все и обманывать и кривить и так далее и на основе этой библейской трактовки сделаны были многие три религия не про этого бога этот разговор а про божественную суть происхождении мироздания которой вот была как раз и убрана из понимание в Советском Союзе. Бога нет, значит ничего такого не может быть. А теперь представьте, если нет божественной сути, то в этом случае возникает вопрос. Для чего жить и кем является человек? Если нет божественной сути, если нет вот этой самой золотой лестницы восхождения души и духа, то есть развития, то тогда все сводится к животному началу. Тогда все сводится к тому, что человек царь природы, надо взять от жизни все, ну и прожить счастливо и умереть молодым. А как прожить счастливо? Вот как животному прожить счастливо? Чтобы все было для живота, для развлечений и для продления рода. Все, больше животным ничего не интересует. И тогда возникает вопрос, а если мы умираем и дальше там ничего нет, то в этом случае тогда можно и грешить, если опять же с религиозной точки зрения рассматривать, можно и обманывать, можно обходить закон, потому что закон как дышло, куда повернул, туда и вышло. И в этом случае тогда я, например, глядя на другого человека, который обманывает, врет и который живет лучше меня, скажу, а зачем мне тогда жить-то хорошо? Ну, Бога же нет, никакой загробной жизни не существует, никакого развития после этого нет, то что я тогда упускаю это свое? И начинаю так же воровать. И таким же образом делать другой мой сосед и кто-то еще, целые семьи, общество и так далее начинает жить точно так же. В этом случае мы сталкиваемся с серьезной проблемой. Животное побеждает. И тот, кто сильней, тот и молодец, тот и белка-герой. Для того все и в этой жизни раскрыто. Правильно ли это? На мой взгляд, нет, неправильно. И тогда в этом случае главе начинают законы. Но законы кем написаны? Человеком? С учетом вот этой самой звериной сущности? С точки зрения того, что если ты кого-то обманешь, тебя посадят, если кого-то убьешь, тебя посадят и так далее. А если не найдут? Понимаете, вот какая интересная дилемма. Если там загробной жизни нет и там мне ничего быть не может, тогда в этом случае я могу воровать, потому что а вдруг не найдут? Я могу убивать, потому что а вдруг не найдут? Я могу кого-то другого подставить? Ну того же нет ничего? Значит, я живу по этим правилам? Кто не пойман, тот не вор? Это самая-самая страшная аксиома Советского Союза, которая привела к тому, что писанное человеком возводилось в ранг Вышнего и от этого все отталкивалось. Но судьи-то кто? Судьи тоже человеки, тоже люди. И они тоже могут и ошибаться, они могут преследовать свои цели. А еще есть телефонное право. А еще есть много чего другое, о чем мы еще поговорим. Так что получается Советский Союз, выстроенный без божественного уровня бытия, оказался в такой интересной ловушке, из которой не смог выбраться. Дальше. Еще одна проблема Советского Союза. Дело в том, что доминировала идеология классового превосходства. Классовая теория первична. То есть, кастовая теория первична. И если вдруг Шариков оказывался в правильной касте, в правильном классе, ну, не буржуазном классе, да, то в этом случае тогда Шарику давали все возможности, давали все возможности для того, чтобы быть молодцом и занять важные посты. А если он еще вступал в партию, то тогда, в общем-то, все двери перед ним открывались. А если вдруг самый-самый замечательный человек оказывался, ну, вот по несчастью, да, родившимся в другом классе, в другой касте, то на него смотрели уже как на какого-то врага. Понимаете, в чем проблема, да? Вот это как раз кастовость, которая сейчас присутствует во многих странах, она и также погубила Союз Советских Социалистических Республик. Замечательный, хороший. Вот эти вот две проблемы очень-очень важные, которые погубили Советский Союз. Третья проблема – это уравниловка, когда все равны, и женщины, мужчины равны, все у нас общее, но а как, чего, зачем, если общее, ну, почему я себе не могу взять из этого общего чего-то, да? И тогда появились очень жесткие меры. Мы помним, что во времена Сталина начали бороться очень-очень жестко с теми, кто что-то там нес из заводов, что-то там с полей нес и так далее. И были вот эти самые перегибы, которые нужны были для того, чтобы показать, ай-яй-яй, ворам здесь не место, воров мы очень серьезно наказываем. И под раздачу выпадали все кому угодно. Почему? Потому что человеческий фактор оказывался намного важнее. И судья определял, так, кого мне лучше наказать? Соседа, вора, который там ворует по-серьезному. Либо... Ну, это сосед хороший, да? Либо другого соседа, плохого, который, может, там взял колосок с поля, да? Но при этом вот как раз я на нем показательно-то и оторвусь. Вот строит показательный процесс. Естественно, что вот эта вот клановость, вот эта вот близость, она и сыграла в сторону того, что сажали часто тех, которые оказывались так сбоку припека, случайно проходящими. Такое тоже бывало в знаменитой тройке, мы помним. Естественно, много чего придумано, там про всякие гулаги было чего придумано. Я сейчас вообще-то не беру, потому что мне нравится поговорка «Чем моложе блогер, тем больше он пострадал от сталинских репрессий». Поэтому вот эти все разговоры про плохого Сталина и так далее, я сейчас в сторону откладываю. Да, была где-то несправедливость, где-то были перегибы. Однако, вот тот же самый человеческий фактор, кастовость и доминирование какой-то национальности, специально-то какой-то национальности, так говорю, да, показало то, что вот эта вся ситуация, она нежизнеспособная. Вот этот весь Советский Союз оказался нежизнеспособным. Почему? Потому что какая-то национальность могла управлять гулагами, какими-то партийными собраниями, кем-то еще, но в конечном итоге чьи интересы преследовали они? Ну, понятно, кого. Вы можете посмотреть состав Коммунистической партии на 1917 год, вы можете посмотреть, кто руководил гулагами, кто стоял во главе каких республик, ну и многое для вас откроется. Вот поэтому вот эта вот клановость, она и в конечном итоге сыграла злую шутку. Так вот, эти все неприятные моменты в моем предложении разобраны, они отсутствуют. Почему? Потому что мы с людьми начинаем иметь отношения не с точки зрения, ты в моей семье родился, либо не в моей семье родился, ты из моего клана, либо не из моего клана, а с точки зрения, кто ты человек, какая у тебя, ну, скажем так, задача на эту жизнь. Для чего ты пришел в эту жизнь? Что ты должен здесь проявить? Какие у тебя предназначения, какие у тебя предрасположенности, что у тебя в твоем багажничке есть и что необходимо развить для того, чтобы ты начал служить себе, своей семье, обществу, стране, державе и этому миру. Понимаете, да? Это отличие. Не кастово мы определяем, подходишь, не подходишь. Не по происхождению мы определяем, подходишь, не подходишь. А потому, для чего ты явился в этот мир. Потому что каждый человек уникален. И здесь нам необходимо это понимать, этому следовать и каждому помочь занять то место, которое свыше ему предназначено. мир. Чтобы он не был каким-то винтиком, который мы куда-то впихиваем и забиваем, срывая резьбу. А чтобы он был человеком на своем месте. Чтобы его человеческое развивалось и чтобы он, когда заканчивал свой путь, мог прийти и отчитаться на суде совести, на суде предков и на высшем переназначении божественном. Что он тут делал, как он свой род усилил, как он мир содержал, не уничтожал ли что-то, природу и так далее. Вел себя по-человечески или как гад какой-то жил. Гад в смысле тех, которые жалят. Того, кто жалит всех подряд. И только ел и там гадил. Вот это очень важно. То есть, я предлагаю модель, в которой человек – это что-то высшее, которое приходит сюда не просто так. В отличие от того, что было в Союзе Советских Социалистических Республик, в котором я родился, который я очень уважаю за многое и благодарен за то, что мне было дано. Вот дальше. Опять же, если я говорю про то предназначение свыше, значит, я не отрицаю божественное происхождение. И в этом случае, если мы не отрицаем божественное предназначение, то тогда человек понимает, как ты здесь не крутись, как ты здесь ужом не вертись, а все равно тебе предстоит дать ответ. Но не с точки зрения, еще раз уточняю, библейского представления, а с точки зрения нашего истотного исконно славяно-русского и, кстати, многих других коренных народов, которые также не могли понять, а что это здесь библейское направление делает. Ну, не складывается, да? Потому что у нас есть свои традиции, а вот библейское несколько противоречит. И поэтому появились какие-то религии, субрелигии, которые с библейским никак не пересекались вообще и что-то такое вот там имели даже противоположное. Вот поэтому в той концепции, которая изложена в новой экономической политике для России 21 века, эти ошибки учтены. И я предложил сразу отталкиваться от того, что естественно для человека, для того, чтобы достичь цель каждого человека, семьи, общества, нашей страны, ну и всего мира. Поэтому вы изучите то, что я предложил, с учетом того, что вот было рассмотрено. А не так, что вот мы когда-то жили в Советском Союзе, он не удался, значит вот братство невозможно, значит коммунизм невозможно. Я же сказал, что я предлагаю систему намного шире, чем система коммунистическая. Потому что в коммунистической отсутствовало вот это, а здесь это все учитывается. То есть более разносторонне много что учитывается. Опять же, как нам понять, кто человек? Вот разные, да? Люди разные, порой показывают свою звериную сущность. Вот как раз для того, чтобы понять, кто такой человек, кто передо мной и кто я, существует наше древнейшее учение, славяно-русская варновость, которое помогает нам понять, для чего я родился, кем мне лучше быть, чем заниматься, за какие должности браться, не браться, какие там работы, какой труд исполнять, не исполнять, как взаимодействовать с коллективом и так далее и тому подобное. В том числе и в процессе роста, в процессе развития, например, вот шести годовалый ребенок, двенадцати, восемнадцати, разные совершенно люди-то, да? То же самое, например, там восемнадцати и тридцати шестилетний человек, но тоже совершенно разные люди. Там пятидесят четырехлетний человек, семидесяти двухлетний человек, они же отличаются друг от друга. Вот славяно-русской варновости это все предусмотрено. И тем, ну, наверное, не очень умным нам разговаривают людям, которые часто пишут так, а вы там фашист, Алексей, вы какую-то там варновость нам вклеиваете, вот в очередной раз заявляю. Глупый человек всегда заявляет о чем-то, что он не знает, но заявляет об этом в полной уверенности, что это истина в последней инстанции, даже не изучив самого вопроса. У меня как-то был разговор с одним человеком, который, ну, нельзя сказать, что он там глупый какой-то, нет, просто такой правильный вроде бы человек, советской опять же формации, с высшим образованием, который вот так же вот начал с того, Алексей, ты сказала слово касты и варны, значит, ты фашист, потому что ты вот нас тянешь в Индию, где вот ты можешь посмотреть, там все люди находятся в этих самых кастах и варнах, и там беда. Ну, что сказал, дорогой друг, а ты изучал вообще славяно-русскую варнах, либо ты отталкиваешься только от тех слов, которые услышал. Варна и каста. Он говорит, а зачем мне изучать? Ну, в Индии же это проявлено. Я говорю, слушай, в Индии проявлено не то, о чем я рассказываю. Ты давай, поскольку разумный человек, вот посмотри, вот они, шесть уроков, они не очень большие, по сорок с небольшим минут, там рассказывают, что такое славяно-русская варнах, чем он отличается индуистского, вот это направление фашистско-нацистского, почему славяно-русская варнах никого никуда не впихивает, а позволяет понять, кто передо мной, и позволяет для этого человека подобрать наилучшие условия развития роста и жизни. И потом там есть, как определить, первую варну, вторую, третью, четвертую, и есть еще социальные уровни, которые на Руси еще назывались у нас сословия, ну, или, может быть, как вот привычно слово там кому-то касты, но не в индуистском направлении. Ну, он немножко побурчал, побурчал, а потом встречаем, через какое-то время он посмотрел эти ролики и сказал, да, Алексей, он честный человек, да, говорит, Алексей, да, я был неправ. Я понял, в чем отличие каста варновой системы, юго-восточной, от славяно-русской варновости. В каста варновой системе, где ты родился, там ты и будешь жить. И хоть ты будешь там величайший и умный человек, если ты родился в касте, ну, каких-то там, не знаю, там, разносчиков воды водовозов, то ты так и умрешь разносчиком воды водовозов. Даже если ты гениальный водовоз, даже если ты гениальный человек. И если ты родился в касте каких-нибудь управленцев, если у тебя какие-то проблемы с головой, ты все равно в этой касте останешься управленцев и будешь управленец, но только сумасшедший, только нездоровый на голову. Это он понял. И он стал разбираться с тем, насколько величие вот этой системы проявлено в этом учении, в славяно-русской варновости. Насколько там все просто, насколько все доступно. И потом, через какое-то время встретились, он вообще уже стал фанатом славяно-русской варновости и сказал, Алексей, если бы я раньше это все знал, вот когда я как раз в институт поступал и когда я потом закончил, работал на разных предприятиях и потом преподавал, но я бы не натворил столько много ошибок. Потому что здесь, в славяно-русской варновости, рассказывается кто я, зачем я, кто передо мной и что кому надо давать, а кому-то, может быть, вот это не надо. И подходил бы к каждому индивидуально уникальному. То есть, он подтвердил, что славяно-русская варновость – это не фашистско-нацистское направление, где всех запихивают во что-то нужное к какому-то правителю. А это как раз природосообразное, человеколюбивое учение. И потом у меня еще тоже были несколько встреч с другими людьми, которые меня обвиняли в том, что я создаю какую-то религию на основе каст и варн. Опять же, разговор у нас был такой, говорю, давайте так, вы посмотрите, а потом мы с вами поговорим. Они там кричали, да нет, мы не будем смотреть. Несколько таких людей было, что они, говорю, да. Нет, мы не будем смотреть, нам и так понятно. Но один из них посмотрел, так рияно, так сначала со мной сражался словесно, потом посмотрел. И на самом деле у нее изменилось представление. Он говорит, я понял свою ошибку. Я зацепился за слово варна и слово каста, не понимая, что они в разных народах могут обозначать совсем разное. И вот это учение, которое в индуизм, ну, не в индуизм, а в Индию было примесено нашими предками, оно было упрощено для того, чтобы там, ну, скажем так, остановить войны и остановить самоуничтожение. Поэтому оно тоже упрощенное. А когда туда пришли британцы, они вообще там все это закрепили, и англосаксы вообще любят покорять с точки зрения рабовладельческого своего мировоззрения. Они закрепили с точки зрения того, что вот ты живешь вот здесь, ну и все, и живи здесь. Вот неприкасаемо, вот это вот четыре варны, и все, и переход запрещен, и невозможно там сделать вот это, вот это, и еще более упрощенное стало теперь как догматика. А в славяно-русской варна в другую, потому что в индуистском направлении есть только одна варна, где ты родился, а в славяно-русской варна власти есть варна предназначение, варна прохождение, варна нахождение, плюс еще общественные уровни, для тех, кто не понимает. Вот посмотрите внимательно, прежде чем галдеть о чем-то, прежде чем обвинять в чем-то, но вы хотя бы ознакомьтесь с тем, что вы собираетесь критиковать, иначе дурость уже получается. Я критикую то, о чем вообще ничего не представляю, только потому, что услышал это слово. Все. Вот это слово для меня в голове отложилось чем-то плохим, значит, все, что здесь было, плохое. Это же очень-очень примитивный такой подход, и с такими людьми я стараюсь никак не спорить. Поэтому никакой религии я не создаю, тем более на учение славяно-русской варновости. Это не религия, это учение. Учение, позволяющее понять, кто я, понять, кто передо мной, и понять, что нам вместе делать. И возвращаясь к новой экономической политике для России 21 века, рекомендую ознакомиться с этим видением, так назовем. Это общие наметки такими широкими мазками. Там, естественно, пункты не обозначены. Делай раз, делай два, делай три. Там так широко все обозначено. Но хотя бы появится представление о том, что это такое, для чего это, и можно ли это нам всего достичь, чтобы в этом жить. Ну, и, естественно, там еще предложено экономическое представление о том, как сделать так, чтобы недра принадлежали народу, чтобы мы все были богатые. Не только с точки зрения божественного, тот, который Бога в себе содержит, богатый, но и с точки зрения того, что быть богатым вообще, при этом не получая ни копейки денег, но имея при этом все. То есть полный достаток. Как и тем, кто что-то добывает большое, так и тем, кто трудится где-то. Ну, и, естественно, там заложены такие уклады о том, что если ты обслуживаешь наш мир, обслуживаешь, мир имеется в виду общество, обслуживаешь человеков, людей, например, по здоровью, то тогда ты благоденствуешь в том случае, если у тебя все человеки здоровы. То есть мы переводим медицину, современное слово произношено, медицина, в профилактическое направление. Это очень важно. То же самое те, кто производит питание, те, кто производит какие-то средства обработки, переработки, транспорта. То же самое. Если у тебя все хорошо, замечательно, если все на высшем уровне, тогда ты в достатке, в радости, счастье. А если что-то ты недоработал, какой-то косяк есть, только иди исправляй. Ну, и там же, опять же, сказано, сколько нужно человеку трудиться. Много что сказано. Вот не поленитесь, посмотрите. И присылайте еще вопросы. Будем на них отвечать. И я думаю, что у нас получится из этого целый дискуссионный клуб по поводу того, как нам правильно жить и в какой экономической политике находиться. Никаких революций я не предусматриваю, никаких религиозных течений я не предусматриваю создавать. Тем более, какие-то секты для меня это вообще что-то такое непонятное и нежелательное. Поэтому посмотрите, взгляните. И давайте обсуждать. Почему? Потому что если вы хотите жить в таком обществе, значит, это общество нужно создавать. Если оно отзывается у нас, у всех у нас, да, вот здесь в сердце и не противоречит разумному, давайте это общество создавать. А чтобы все поняли, как это все происходит, давайте обсуждать совместно. Вот и все. Очень простой принцип. А говорить о том, что нам не дадут, что у нас это не получится, что до тех пор, пока у власти паразиты, я считаю, что не нужно об этом говорить, потому что это все глупости. Паразиты, забравшиеся во власть, забрались не для того, чтобы вам сделать хорошо, и не для того, чтобы, как только вы скажете, все, теперь живем по-другому, чтобы начать жить по-другому. Нет, он забрался, чтобы на вас паразитировать, чтобы воровать, красть и так далее. Поэтому он никогда не уйдет сам по себе. Нам необходимо стать силой, нам необходимо стать народом, народом, а не разрозненными личностями, которые через экономическое объединение, а здесь как раз новая экономическая политика России XXI века. Мы, чтобы стали властью. Потому что те, кто залезли наверх, понимают одно. Они понимают власть, вынимают силу власти. А что такое для них сила и власть? Власть – это тот, кто владеет какими-то ресурсами. А сила – это объем этих ресурсов. Так вот представьте себе, когда многие десятки миллионов здесь, живущих в стране, обеспечивают себя через народную кооперацию. Когда у нас есть свои производства, своя переработка, склады, транспорт. А когда у нас есть своя торговая сеть, которая, опять же, не противоречит никаким законам. Когда мы полностью обеспечены, когда мы имеем продовольственную безопасность, когда мы не поддерживаем паразитские какие-то там сети своими деньгами, когда мы не работаем на паразитов, то в этом случае что происходит? Мы становимся сильнее, они становятся слабее. У них только один интерес – экономический. И когда вы создаете свою экономику, только сейчас скажут, что вот опять Алексей, не слушаю этого. Когда мы собираем свою экономику, народную, народное хозяйствование, мы сами себя будем обслуживать. А когда вы не ходите в их магазины, ну зачем тогда магазины они будут содержать? Себе в убыток, что ли? Когда вы не пользуетесь тем, что предлагают они, и не работаете на них, ну тогда что они здесь будут делать-то? Ну все же очень просто. А когда вы самодостаточные, когда вы себя обслуживаете, то в этом случае тогда местное самоуправление по 131 закону автоматически переходит в ваше управление. Мы становимся местным самоуправлением. То есть вся страна, вся страна на уровне местного самоуправления наша. Потому что мы трудимся сами для себя, на своих предприятиях обслуживаем сами себя. У нас свои детские сады, у нас свои производства. Это все нормально. Здесь ничего такого криминального нет. И вот тогда мы как хозяева назначаем в местное самоуправление на выборах, официальных выборах. Кстати, вот здесь на местном самоуправлении потусовать ничего не получится. Если на вышних электронных еще можно потусовать всякими бюллетенями, то здесь на местном самоуправлении все очень открыто происходит. И вот все местное самоуправление с севера до юга, с запада на восток – наше. А тебе представьте, когда начинаются уже федеральные выборы, а нас миллионы. Вот одна единая партия – это мы сами. Кто на выборах победит федерального уровня, догадайтесь трех раз. Просто последовательно нужно двигаться, не говорить нам не дадут, а становиться такими. Вот и вся проблема. Поэтому еще раз, посмотрите, пожалуйста, новую экономическую политику для России 21 века в полном виде, в полном формате. Ознакомьтесь. И давайте это обсудим. Это раз. И второе. У меня есть как раз видеоролики о том, как и что сделать для того, чтобы нам стать властью. И я сейчас начинаю серию семинаров. Если, кстати, вы хотите, чтобы этот семинар остался в вашем городе, то пишите об этом через форум обратной связи на сайте Народного Славянского Ради. Там с правой стороны вверху есть обратная связь, форум обратной связи. Прямо в редакцию пишите. Хочу в моем городе, чтобы произошел семинар. Дальше свяжемся. Только свои контакты оставьте. Так вот, там рассказывается, как нам без каких-либо серьезных вложений денежных, платя только за аренду помещения, а если это ваше помещение, то и за аренду не платя, создать свою сеть сбыт. Сначала на уровне маленьких точек выдачи, потом на уровне магазина. Через это собрать нужный необходимый капитал, чтобы начать работать с непосредственными производителями товаров. Дальше вместо тех товаров, которые буржуазные структуры нам подсовывают, где-то там отравлены, где-то плохих, где-то одноразовых, уже вставлять в наши сети свою продукцию. Потом переходить уже на производство более серьезное. И после этого уже открываем свои магазины, где только наши товары. Только наши товары. И где у нас и свои производства, и своя народная корпорация, а может быть и не одна. И мы тогда, в общем-то, становимся не просто человеками, говорящих о власти, а мы и есть та самая власть, которая народная, где у нас выборы происходят по нашим укладам, где нет голдежа, нет каких-то там купленных товарищей. И все у нас хорошо и замечательно. Вы, прежде чем писать, что нам не дадут, изучите то, что я предлагаю. Изучите, потому что, скажем так, то, что вы говорите, это я уже слышал, это я все знаю. А вот то, что я предложил, судя по всему, те, кто кричит, нам не дадут, еще не знаете. Ну, кто в какой позиции получается? Я знаю то, что вы говорите, и знаю больше того, что не знаете вы. Поэтому, когда вы не знаете что-то, ну, изучите, а потом уже пишите дадут, не дадут, получится, не получится. А если видите какой-то изъян, давайте его обсудим, давайте сделаем лучше что-то. Почему? Да потому что, если мы хотим достичь чего-то, мы ищем способы и возможности. И вот это как раз синергия сложения, о котором говорил Циолковский и многие другие, позволяет нам решить все поставленные задачи. Ведь мы, когда вместе, мы мудрые, мы складываем свою мудрость. А когда мы порозень, мы как это, прутики, которые можно переломать. Вот когда порозень, естественно, нам ничего не дадут. А когда мы вместе, тогда мы решаем, кто и как, чем занимается. Как на местном уровне, так и наверху. Поэтому посмотрите еще раз новая экономическая политика для России 21 века, только в полном, там час тридцать, кажется, насколько я помню. Такая протяженность этого ролика. И потом посмотрите те предложения, которые по семинарам я предлагаю пройтись в ваших городах. Почему очные семинары, а не заочные? Сейчас тоже объясню. Дело в том, когда вы сидите в своих квартирках и смотрите выступающего человека вебинар, вы сами по себе. Когда же вы вместе с другими пришли в помещение какое-то, и два дня, к примеру, у вас мозговой штурм происходит, то в этом случае тогда вы объединяетесь. С точки зрения мы вместе, у нас есть единое поле, мы друг друга начинаем понимать, у нас есть единая цель, и мы ее достигаем. Этот мозговой штурм позволяет нам сложить вместе то, что по отдельности, когда вы сидите за своими компьютерами в вебинаре, невозможно сделать. А тут мы все в одном месте, тут мы складываем, и у нас получает что-то. Причем ключ, с чего начать, я буду давать в последний день и не под запись. Этот ключ будет выдаваться только тем, кто хочет делать что-то. Почему тоже объясню. Если этот ключ сейчас я дам, то тогда многие могут воспользоваться им, но в своих интересах и займут наши места. Понимаете? А у нас сейчас еще есть возможность занять эти места и сделать свою народную экономику через как раз свою торговую сеть. Еще раз, без вложения каких-либо серьезных денег. С первого же месяца зарплаты у нас у всех будут. Не очень большие, само собой, но будут. Нас будут рекламировать не за наш счет, а реклама это очень дорого. У нас будет программа, не которой мы написываем сами и будем потом 5 лет ее еще тестировать, а которая уже действует в капиталистическом мире и которая уже опробована кровью и потом. У нас будет обслуживать бухгалтерия. У нас будет транспорт, который нам не будет ничего обходиться, будет привозить и увозить то, что нам нужно. Много у нас чего будет, и мы избежим тех ошибок, которые очень многие, кто хотел заниматься кооперацией, артельностью, производством, допускали, как будто учили как правильно наступать на одни и же грабли. Не то, что наступать, а танцевать на этих граблях. Поэтому вот это предложение проведения семинаров по всей России очных, на мой взгляд, сейчас актуально, потому что у нас еще есть пока время этим заняться и есть возможность этим заняться. Но с каждым днем, с каждым месяцем эта возможность от нас уходит, как песок, сквозь пальцы. Вот. Ну, пожалуй, все, что я вам хотел сказать, дорогие друзья. Поэтому я с вами прощаюсь. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Субтитры создавал DimaTorzok